Значит, теперь можно предложить очень простую программу, как уменьшить преступность в России в 10-20 раз, освободить тюрьмы, выпустить заключенных, и как сделать наш мир гораздо более безопасным. Он состоит, что является на сегодняшний день... А, значит, есть такой забавный очень проект, вы знаете, что в Исландии после выборов последних к власти пришли панки. Поэтому то, что я буду называть, чья честь, это будет такой панк-проект для России. Вот так можно сказать. Вот то, что я все время говорю, это вот эти жребий, эвтаназии, панк-панк-проект для России. И там на должности всевозможных в Министерстве внутренних дел, то есть связанных с силовыми структурами, решили назначать только тех людей, которые посмотрели все пять сезонов американского сериала «Прослушка». Поэтому я всем этот выдающийся концептуальный сериал всем рекомендую. О чем там, например, идет речь? Как-то раз дураки-законодатели решили криминализовать распитие спиртных напитков на улице. Ну, просто человек идет и пиво пьет. Они решили, что это не подходит, административная ответственность, давай введем уголовную ответственность. И ввели. Ну, и административную тоже. В результате несчастные полицейские ничем не занимаются, преступления не расследуют. Постоянно вынуждены были ходить по улицам, и народ за собой штрафовает, наказывает, изымает, всякое прочее. И, наконец, какой-то умный человек решил, если... Закон мы этого изменять не будем, изменить его невозможно. Но если тот, кто пьет напиток на улице, засунет его в бумажный пакет, и будет пить из бумажного пакета, то он уже как бы не распевает спиртное на улице. И поэтому его преследовать не надо. Он совершает общественное преступление. Общественное преступление, да. И в результате опять полицейские занимаются своими делами, ловят преступника, совершившего убийства, что-либо еще, а не следят за потреблением напитка. На сегодняшний день у нас устроена жизнь таким образом, что значительная часть сидящих на зонах, они идут по всевозможным родам наркотическим, захоронения наркотиков небольших. За них дают у нас отсидку на сегодняшний день прямо сразу, то есть без этого, без условного срока, потому что у нас все статьи, связанные с наркотиками, они чрезвычайным образом криминализированы. Криминализированы означает, что за них сразу же даются определенные сроки. Вообще принято считать, что нынешний госнаркоконтроль, он сформировался из бывшей налоговой полиции. Когда-то налоговую полицию, которая кошмарила бизнес, действительно есть знакомые, которых они ловили и буквальным образом пытали, решили, что их кормовую базу не должен быть в бизнесе, давайте им в качестве кормовых животных дадим кого-то еще. Решили дать кого-нибудь жалко, то есть наркоманам по большому счету. И передали им, значит, это наркоманов, и теперь они с них собирают собственную дань, и в том числе всяческим образом их пытаются этим образом сажать. И тюрьмы, в результате, в случае ее полны. А есть замечательная страна Нидерланды, где есть тоже оправданный закон, так называемый, он по большому счету очень лояльно относится к потреблению наркотиков, первое, то, что называется легким наркотиками. И в следующий день у них другая проблема, у них тюрьмы пусты. И они в результате вы решили сдавать свои тюрьмы для заключенных, скажем, Норвегии, Дальни и других стран. И подобного рода либерального законодательства не существует. Поэтому я полагаю, кроме того, надо понимать, откуда и почему воруют героиновый наркоман. Потому что для него обязательно нужна следующая доза. Деньги взять на людей, он вынужден воровать. Почему героиновый наркоман вовлекает женщин и детей? Потому что он нужен следующая доза, он этот наркотик должен кому-то продавать, а кто у него жертвует? Женщины и дети. Если, как решили в ряде стран мира, если мы предложим бесплатную государственную замену героиновому наркоману, то воровать он не будет. Вовлекать других людей он не будет. И в самом деле, это такое законодательство, что называется, метадоновая заместительная терапия, и наркоманов она введена была. Вот, по большому счету. И она дала практически у всех странах блестящие результаты. Бестящие результаты... Метадонового зависимости не меньше, чем... Да, конечно, конечно, не меньше. Твоя незадача излечить наркомана, понимаешь? Задача не состоялась для того, чтобы он для своей очередной дозы не совершал общественно опасные поступки. То есть грабил, воровал или что-либо еще совершал. Чтобы он... Цепочку. Да, чтобы он не вовлекал женщин и детей в эту цепочку. Конечно, поэтому предлагаются и другие синтетические. Вот, например, это было сделано на Украине. И результатов я их не знаю, но представитель вот по наркотикам ООН в свое время говорил, что порядка ста человек в момент присоединения Крыма к России совершили суицид. То есть они были... Сидели на метадоновой терапии. И тогда совершили суицид или просто умерли. Наши это отрицают, как всегда, говорят, что все это неправда, что у нас наоборот от того, что людей отручили от метадона и посадили на старый добрый героин, который они добывали известными способами, у них даже продолжение жизни увеличилось. Но это наши так говорят. Но нашим так это верить как бы не следует в данном вопросе. И по той простой причине, что вот такой монстр, как госнаркоконтроль, который по большому счету собирает ренту с них, а ничем другим не занимается, он по-прежнему существует. То есть мы видим, что в России, безусловно, нужен закон о заместительной терапии, метадоновой в первую очередь. То есть любой наркоман героиновый в первую очередь, он должен иметь возможность доступа к употреблению наркотика. Если ему действительно так уж нужно колоться, то это он делает под наблюдением врача. Он пришел, укололся, и дальше у него нет проблем его что-нибудь украсть, кого-то ограбить, своего сожительства втянуть в тот же самый героиновый промысел и всякое прочее. То есть цепочку мы вот эту самую разрушаем. Это первое. Тем самым реализует, так сказать, демократию и право свободы. Да, да. Не хочется уверить. Поэтому мы часто говорят, что вот то, что на сегодняшний день в том же Крыму людей решили заместительной метадоновой терапией, это является не что иное, как пытками. Потому что, по сути, людей из живых пытают. Это первая ситуация. То есть заместительная терапия, она безусловно нужна. Но это мягкий вариант. Второе. Во всей видимости, надо идти по пути Голландии и других штатов Америки перестать считать безобидные наркотики типа пыли и каннабиса наркотиками как таковыми. Ну, потому что мы знаем, что зависимости от нее нет. По своим потреблениям, по своим качествам она гораздо более, в сотни раз более безопасна, чем по потреблению алкоголя и всякое прочее, прочее, прочее. Ну, тут же говорят оппоненты нам прямо противоположную вещь. Они говорят, мы не хотим, чтобы пилотом нашего самолета, когда мы летим, управлял пилот, обкулившийся каннабисом. А вы не хотите, чтобы он управлял пьяный, допустим, человек? Точно так же можно сказать, что человек, который покурил каннабиса, то есть марихуаны, он не имеет права садиться за руль, как и пьяный человек. Не имеет права управлять самолетом и так далее. Да и большинству людей это будет по большому счету неинтересно. Самое главное, употребление легального каннабиса сделает совершенно возможным отказ от синтетических курительных смесей. Они просто будут никому не нужны. А в сегодняшний день запретили одно соединение, люди синтезировали другое, другой аналог каннабиса. Запретили это, другие люди синтезировали и третья, это самая вещь. Это второй вариант. Третье, то, что я предлагаю, помимо легализации всего этого. Третье, это то, что вывод из-за сферы наркотиков, это всех психоделиков, в первую очередь, ЛСД. Но эта ситуация очень обойдет и острая. Почему? Потому что у нас во многом местах за счет наркотиков, за счет продажи, в первую очередь, наркотиков, но такие, как алкоголь, формируются бюджет во многом. Это одно из важных ее поступлений. Мы знаем то замечательное свойство, ЛСД, которые его начинают употреблять, они бросают курить, бросают пить, излечиваются психиатрические заболевания значительной части. Кроме того, значит, происходит много остальных чудесных всевозможных вещей. Поэтому, как бы, к повседневостному потреблению ЛСД надо подходить очень осторожно. Мы должны понимать, что употребление ЛСД по большому счету перестроит нам всю социальную структуру общества. Вот такая ситуация. Из всех остальных психоделиков. И теперь еще считается, что именно с наркотиками связана сильная криминализация. Все говорят, ах, наркотики. Но она криминализирована именно потому, что любой наркоман не может прийти в магазин на ОК и купить себе дозу соответствующую. Это неправильно. Человек должен прийти в ОК или в ленту и купить себе дозу. Зачем? Тогда у него там должен быть специальный... Проблема состоит в том, что дети могут вовлечься эти сами в свои... Как они сейчас привлекаются в курение и... Алкоголизм. Алкоголизм да, просто просто подожди. Потому что это высмотрят и думают... Так вот у тебя ситуация... Да, у тебя... Это нормально. Да, вот оно и возникает эта самая ситуация. Им рассказывают, что наркотики это зло. Они страшны, что это приводит к разрушению личной что-либо еще. И им дают покурить марихуану. Они отлично начинают понимать, что вот марихуану люди курят годами, месяцами. Они начинают думать, что героин это то же самое, что марихуана. Почему? Потому что их обманывали многократно. Они думают, что все, что касается наркотиков, все их обманывают везде, как это происходит с марихуаной. Поэтому этого быть не должно. Это раз. Когда ты делаешь, например, заместительную метадоновую терапию, то тогда человек, который употребляет наркотики, он перестает быть агентом распространения этих наркотиков. То есть ему не надо или нет... Это как раз момент понятия. Просто когда нечто разрешено, это означает, что к нему нечто получает доступ не только взрослые люди, которые могут завершить. Ну и и сделай у тебя алкоголь запрещен где-то до 18, где-то на продаже табака. Реклама их запрещена на сегодняшний день. Вот так же можно поступить и со всем этим хозяйством. Вот ты представь себе, ты сразу же на госнаркотроле экономишь. У тебя сразу же всякая криминальная инфраструктура. Это получается, что каждый, кто захочет... Каждый, кто захочет... Взрослый человек может... Да. Так что это? Это же наоборот наркомания растет в десятки раз. Ну... То есть вот представь себе, вот каждый, кто захочет... Взрослый наркомания. Каждый, разные вещи. Каждый, кто захочет... Взрослый человек, которые начнут употреблять легкие наркотики. Не легкие, он же говорит про... Я бы разрешил бы все. И кокаин, и героин, и метадон, что угодно. Взрослые люди. Страна наркоманов. Так это же здорово, потому что у нас единственная страна наркоманов. Ну, представьте себе, что у нас появилась бы новая система туризма. Почему? Ну, потому что... Потому что у нас единственная... Это все будут идти в бюджет. Да, идти в бюджет, и у нас будет массовый туризм, потому что у нас будет некая девочка. То есть те, кто не принимает и курит на это самое, будут обладать огромным доходом. Да. То есть у тебя, у каждого гражданина... Была, Стас, вот смотри. Счастливая жизнь. Ведь это большое... Требуется большая попытка обмануть общественное мнение, что наркотики есть нечто такое привлекательное, что если их не запрещать, то все тоже с курицей торчатся и что-либо ищут. Это не так, потому что все знают, что алкоголь, например, делает людям хорошо. Ну, представьте себе, ну, никто же здесь не спился. Вот меня совершенно не тянет. Чем больше алкоголь запрещали, тем больше, тем было хуже. Он был криминализирован тоже. Были сухие законы в Америке, были вот эти ботлеры всевозможные. Борьба, стрельба, убийство, преступление, отравление фальшивым алкоголем. Человек просто под влиянием там плохого настроения может один раз попробовать и все, и все, и все. Так и сейчас можешь попробовать. Да. Так и сейчас можешь попробовать. Ну, попробовал и попробовал, и что дальше? Ну, одним меньше, одним больше. Ну, нет, ну, да. Статистику. Нет, просто у нас единственная страна в мире, которая цивилизационный выбор российского народа сможет защитить выхищенным оружием. То есть, вот это такая-то ситуация. Вот я поставил в тюрьму... Зеленая кнопка. Давайте нажмем зеленую. Да, это зеленая кнопка, да. Это нажмите на зеленую кнопку. На самом деле, знаешь, почему алкоголь не разрешен? Почему? Ну, как бы, во-первых, это традиция такая, да, да, ну, и легче всего выбрать тот наркотик, да, как в виде алкоголя, который уже давно прижился, к которому все уже смирились, в общество, и так далее, чем какой-то брат, который там новый какой-то, да, и к нему еще долго привыкать будет, и все равно старый не отменить. Психологически, как привык. Это во-первых, а во-вторых, нужен канал для сбрасывания энергии. Вот я спрашиваю у людей, зачем они пьют, они говорят, а как расслабиться? Все, объясняется просто. Как расслабиться? Вот они пить не будут, они будут для того, что... Есть замечательный способ это расслабиться, не привлекая, не на себя вообще по своему же здоровью, что-либо еще. Курение марихуаны. Вот тебе, простой способ расслабления. Есть версия, что длительное курение марихуаны вызывает же зацени. Ну, версия такая есть. Есть много других. Есть версия, что все, кто ели соленые огурцы, умрут. А, они самое интересное, что умирают? Они умирают. Я не думаю, что курение марихуаны, так сказать, без следа проходит для организма. Это просто нереально. Ну, конечно, не без следа. А вообще ничего не проходит. Все, что водку пьют, что без следа проходит? Это фигня. И если этого не есть. Надо не так говорить, что, конечно, в абсолютном случае тоже вредно, но просто меньше вред. Да, все, что это не значит. Никто этого не отрицает. Билл Клинтон совершенно не отрицает, что он курил травку. Стив Джобс говорит, что самое лучшее, что с ним случалось, самое яркое, это употребление ЛСД. Тимоти Лери считает, что вообще ЛСД это витамины для мозга. Люди, у них обладают новые творческие возможности и что-либо еще. А как же скрепы? Так у нас новые скрепы будут, наркотические. Наши, наши... Игорь рассказывает про ЛСД и Христос. Да, да. Это может как бы религия во все времена, на самом деле, сопровождает наркотики. Это безусловно. Любая, любая религия... Игорь всякого рода. Да, да. Это она вот такая обсуждена. Но когда у тебя есть, то есть как мы там нюхаем? Ну, раньше. Ну, раньше. Возможно, опиум добавляют. Невозможно, точно. Но ладиум, это ладан, это опиум. Поэтому он и помогал тогда. как раз это опиум для народа? Да. Нет, они случайно сказали, случайно на это дело попали. У нас в России это дольше, чем в Европе закрепилось. Гораздо. А, кстати, вот сегодня было смешно, только что смотрел новости перед биатлоном. И там поймали ресторатора одного в Китае, у него было 30 ресторанов. И он для того, чтобы люди к нему ходили, добавлял опиум в его блюда. Если это специально с специями, чтобы это было незаметно в Китае. Ну, чтобы люди привыкали и ходили постоянно к нему, добавлял опиум. Идея кажется очень такой интересной. У меня такой вопрос возникает, потому что у нас существует огромное социальное движение, некое сформировавшееся мнение о том, что все это в дорогу и в бытии, и в ад. Поэтому, скорее всего, будут некие сопротивления. Это сложно сделать, да. У меня вопрос. Эти сопротивления, они вызваны исключительно неким, как сказать, недомоселем? Или все-таки есть некая скрытая выгода, которая препятствует принятию подобного решения? Ну, есть и скрытая выгода и недомыслие, все вместе. Первый шаг, недомыслие. А в чем выгода? В чем выгода тогда? В том, что у нас во всем мире сформировались мощные социальные институты, которые занимаются борьбой с наркоманией. Вот, вот, я об этом институте сейчас... Да, и выгода очень большая. Вот, например, в последнем этом вещи говорится про Виктора Иванова в докладе по делу Литвиненко как человека, пришивавшего поставки кокаина с этого... Ну, все эти просто институты самым не нужны. Да, в госнаркоконтроле все, что можно с ним сделать, это его можно распустить, а те функции наркотические, антинаркотические, которые остались, передать им в ВД. Больше ничего с ним сделать нельзя, эта штука не реформирует. Он называл какую-то сумму, этот Виктор Иванов выступал, сколько, 3 тысячи, нет, 3 тонны, или 7 тонн они наркотиков изъяли за год. Во сколько, с сотнями тысяч сотрудники насчитывали? Вы во сколько там? Стояли, сколько дворников? Да, по миллиграмму с каждого вы изъимали, что ли? Каждый из ваших сотрудников? Ну вот, исходя вообще из самой темы наркомании, очень таким скользким вопросом само понятие наркомании и независимости является, потому что, во-первых, что относить к наркотическим веществам, в нашей отечественной наркологии, как бы, не совсем так. У нас все относят к ним. Все относят. Все, что могут, что нельзя. Можно отнести и телевизор, и интернет, и компьютер. И сахар, и кофе, и чай, и все. Так же не разработана теоретическая база, скажем так, самого психологического аспекта зависимости. Потому что, вот тут такое мнение, будто наркотики, как сказать, гоняются за людьми, заставляют себя употреблять. Да. Ну, вот такого не бывает. Не бывает, конечно, не бывает. А алкоголь, когда ты заходишь в магазин, он тебя не напрыгивает на спину, говорит, купи меня. Значит, есть на бутылках, на соседах, на телевизорах, которые... ...законаренности психической жизни, которые обуславливают возникающуюся необходимость поиска чего-то, или приключений, или решения проблем не в той области, где это необходимо делать, а посредством такого суррогата. Следовательно, принятие этого закона приведет к тому, что мы будем разработать эту сторону. То есть, скажем так, не запрещать алкоголь, а приводить к тому, чтобы люди просто натосного не употребляли. И не было необходимости к данному. Конечно, если у них есть ЛСД, то никто не будет употреблять алкоголь. Ну, вот. Ну, это как заменитель, типа, вместо героина, метадона, вместо, как бы предлагается... Ну, нет, у ЛСД... У ЛСД, это уж точно совершенно безопасен. Ну, и все безопасно, что архон не будет ребенок. Да, это так, да. Это так. У меня все безопасно. Осталось только в рамках философского штума провести эксперимент. Али мы пытались. провести. Никак, выспективно. Никак. Смерок ни на что. Только ни на что. Все остановилось на рамках гипотеза, да? Нет, просто грибки были собраны, как бы, переданы лицам. А как же этот сам... Участников эксперимента. Ну, я не помню. Как же с церковью-то делать? Да. С церковью, ну, не знаю. Ну, церковь, это другое выступление, тоже могу сказать, значит, да. Игорь, а что кусал-то не пробовал? Так а зачем? Я пробовать-то буду, я нормальный человек. А что? Ты мне скажешь, почему я не пью? А правда, об этом же речь. Ну, я и не пью, потому что я не пью. Ты же говоришь, что там, в самой канале, сейчас, в Световшем, никакого вида не приносят. Мне-то зачем? Мне-то зачем? Это не значит, что я обязан его курить. Мне тоже могут сказать, что стакан, стакан вида, мне неинтересно спиртное, но неинтересно. Ты пытался курить хотя бы в жизни? Один раз. А так? Да. И я нет. Мне тоже это неинтересно. А я пытался? Я даже ни разу, никогда в жизни не затягивался. Ты какой-то ограниченный человек, не пытался? Я знаю, что в некоторых пионерских лагерях курили веники. Курили веники и курили. А мы курили... Я даже веников не курил никогда. Мог курили, и курили листики какие-то. Все подробно курили. Так что вы так, что вы курился в у вас? А есть люди, которые с самого детства то клеймомент нюхают, то краски, то потом каннабис курят, потом доходят до героина, еще чего-то. Такие вот люди действительно есть. С детства вот такие вот так они устроены. И обрати внимание, что никакие репрессии их не остановят уже. Они как нюхали клеймомент, так и будут всю жизнь. Слышь, а если не будет не только не будет репрессий, не будет, самое главное, это сказать, пропагандистских мер, то этих людей будет там не полпроцента, а будет 10%. Это неправда, наоборот. ты не веришь в человека. Стас, ты знаешь, что похоже? Похоже на смертную казнь. Смертная казнь решает проблему преступления? Не решает. Не похоже на смертную. Ну как, похоже. Здесь откат, запрет принимать наркотики и репрессии по отношению к тем, кто принимает их. Не похоже на то, что если их отменить, что, имеете ситуацию? Или нет? Может, по крайней мере, попробуйте. И опыт есть. Получается, что мы находимся в завтанном кругу, находимся. Мы пытаемся, так сказать, построить человечество, так сказать, на ответственности каждого за себя и за других, а по сути, строим то, что, так сказать, мы строим репрессивную систему и на этом строим взаимоотношения в обществе. Почему мы не верим в человека? Человек сам определяет, у него есть свобода воли, сам определяет, хочу курить, хочу не хочу курить, буду принимать, там, на дело наркотики не будут. Нужно построить в обществе такие взаимоотношения, когда человеку будет это неинтересно. Они ставят его к стенке. Ему и так неинтересно. Потому что на сегодняшний день эти героиновые ребята, они вынуждены... Режать не надо, надо просто не сажать. Ну, не сажать, да... можно... Подпольно все это делать, но не сажать. Почему подпольно? Почему легально ты должен прийти в окей, у тебя будет выбор чего угодно. Когда не в окей, ушел в аптеку. Ну, это не суть. Я все это узнаю. Я-то как раз сторонник той позиции, что нынешний статус аптеки, такой специальный, что всевозможные лекарства можно продавать только в специальные учреждения в аптеке. Он неправильный. Ты можешь продавать где угодно, в том числе и в окей. Почему? Почему не правильно? А почему ты должен выделять какую-то специальную систему? Потому что как-то у них есть контроль, человек не может во всем разбираться. Он не может это учить. А артодорец не может что-то торговать лекарства? Продается открыто, есть на рецепте. Да, можно, например, глупоны. А что ты говорил, в аптеку же в аптеку продают. А что касается, допустим, легально, ты говоришь, наркотики те же самые, даже такие, ну, как-то, хорошо, допустим, даже так, ну, человек, допустим, если он состоит на учете в наркодиспансере, вот тогда ему и можно давать легально. А так, чтобы прийти в магазин и купить, ну, про тяжелые не говорят, но набор психоделиков-то почему нет? Ты приходишь, а у тебя там марки расклеены. И ты себе марку какую-то берешь за один рубль. Нет. Почему? Почему? Я не верю, что все эти психоделики. Аброс, Стас боится, что он... Я не верю, что все эти психоделики безвредны. Ну, не все, но большинство это за другим. Он придет на купе и так потом. Это же есть такое понятие психонавты, да, они называются, которые различные психоделики там проводят все время. У нас российская эта система. Вот сейчас в некоторых провинциях Голландии тоже идет закручивание гаек запретили псилоцибин, то есть грибы запретили. А почему? Донецк туристов взяло и отравилось и не на смерть. Ну, это же не факт запрещать псилоцибин. И... Наверное. грибы есть грибы от грибов. Ну, взял отравились, да. Сыроед можно отзабущенных. Они думали, что это обычные глистогенные поганки, а это казалось сыроежки. Они нажрались их сырыми и умерли. Проблема интересная. Но тем не менее, всякие эти штуки нет. Станов разрешили малифиан. во многих еще... И пока проблемы нет. Есть проблемы традиционного общества. Если ты начнешь разрешать то, что противоречит традиционным представлениям, Ну, это как бы... Альбин жизни. Потом надо будет гомосексуализм, как бы, в общем-то... Ну, это... Нет, гомосексуализм, само собой, он уже даже... не обсуждается. надо разрешен, но, как бы, он, в общем-то, не пьемет, да? Потом, как бы, надо будет еще что-то такого разрешить. И, вон, говоря, какая-то передача там, что там два человека договорились между собой, по кусочку себя отрезали, пожарили, друг другу, другие съели. И... Ну, как бы, вот это надо будет разрешить. Значит, никому вред не принесли. И... И дальше еще чуть-чуть можно там разрешить, подумать. Там, пара вопроса идет уже о том, что, в принципе, дети тоже хотят секса и как бы... И это тоже, это тоже. ну, это в следующий раз. Будем говорить об эвтаназии и об остальных вещах, которые можно тоже сделать. можно просто... Зачем это доведет? Традиционное общество не приемлет... Да, наплевать, тебе не нужно никакого традиционного общества. Нету в России никакого традиционного общества. Ну, как? Традиционное общество... Его придумали, искусственно придумали, что какие-то появились традиционные общества. Нету никакого традиционного общества. Глупости есть только. Нет, изначально что такое традиционное общество? Это штуки, которые... Которые держат на каких-то уз복ах. Очень как никого overdose. Которые потребляют кашиши, но водка у них запрещена. Да, есть такое общество. Кашиш разрешен, нак Swish разрешена, а за употребление спиртного смертная казнь. Да, такая вещь есть, такие общества. Ну, какое из них традиционное? У нас наоборот. У нас другое традиционное общество. У нас наоборот. А у нас традиционное общество уже давно разрушено, никого традиционного образа нет. А есть попытки косплея в его, игры в него. Традиционное общество. Да, есть ханжество некое. Тоска по запретам, опять-таки. Запретите им. И этим тоже им запретите. Вы постоянно любите их. Духовные скрепы, там, так, так, так. Да. Ну, и пусть они. Нету никаких запретов. Потому что запреты были дикие. Когда-то были дикие. Были дикие. А вопрос обо всех остальных вещах, он тоже. То есть, себя, государство, оно по возможности не должно вмешиваться никаким образом в способ личную жизнь человека. Да, но только просто оно платит за последствия. Не платит оно. Медицинного придется потом откачивать людей. Почему люди должны откачивать это в готовую аргументу? Ну? Зачем оно вообще? Больше делать нечего? А сейчас что? Вот и получается, что вынуждены открывать. Почему? Потому что, когда ситуация криминализирована, ему вообще хочется нюхать чего-то. А у них получилось, что в городке нет ничего. Геройна нет в этот момент. А есть стиральный порошок, который кто-то продает под видами наркоин. Их в результаты приходится откачивать. Сейчас деньги тратятся на наркоконтроль, а в условиях открытости деньги будут тратиться на... А какое воровство непрерывное? И большая часть его геройну и наркомана обеспечивают надо. Вот это вот. Он же нормальный человек, по сути, за исключением его пагубной привычки. Но он вынужден воровать. Почему? Потому что у него ломка. В результате употребления искусственных наркотиков, сваренных у себя где-нибудь на кухне, когда разлагались там всякие, все прочие вещи, мы как бы умалчиваем. Потому что вот тут-то точно приходится работать вращаткой. Вот это знаменитый крокодил. Да, знаменитый крокодил. Ну нафиг его потреблять нормальному человеку, если у тебя это разрешено в каких-то вещах. А он кустарных из препаратов каким-то образом делал, колено там, капсулы стучали, еще чего-то. Дрянь всякая туда намешана. Вот врачи с этим и борются. Ты представляешь, что народ стал веселее, здоровее и экономически. На виду, на свободе виду. И на виду самое главное. Иди криминализируй, у тебя вся эта штука, криминальная ситуация, для них это источник ресурсов. По-хорошему я согласен с тем, что, конечно, надо разрешить все личные свободы, которые не касаются нарушения прав. Также вопрос с этим самым несчастным гомоскасуализмом тоже он, в общем-то, ясен. Хочется ему с хомячком брак заключать, пусть с хомячком. Хочется с другим мужчинам, пусть с другим мужчиной. Что я говорю, что все это противоречит к некому традиционному представлению о том, как должно быть устроено общество. Это путь к тотальному разложению. Почему? Почему оно к тотальному разложению? Что здесь такого, что если тебе государство что-то... Что, хомячком только что вырвало, это единственное разложение. И что? Бог запрещает хомячками. Много народу захотят заключить брак с хомячками. Ты серьезно это говоришь? С кошками точно. Ну, с кошками, да. Ну, заключается что? Что от этого изменится? Что от этого станет хуже? В конце концов, заключается. Ну, кошке станет хуже, да. Что от этого изменится? А я вам скажу, что от этого изменится на вашем личном примере. Вот вы люди, пропадающие такие взгляды, почему-то до сих пор не женаты и детей у вас нет. Ну, вы чего? Как это связано с кошкой? Вот, я проповеду, я женат. И ребенок у меня есть. Нет, вообще говоря... Это желание. Есть такой закон даже у нас, что... Как там? Про моральные чувства, не моральные, а религиозные чувства, оскорбление ребеночек. И какой-нибудь религиозный деятель может оскорбиться, что ты предлагаешь разрешить брак с хомячками, находитесь, принимать и прочее. Да, 282-й, да. Можно, понимаете? Можно, понимаете? Какой-нибудь, почему образом это нарушает религиозность? И помимо, кстати, вот люди живут вместе, как бы смотрят на друг друга, и каждый человек, когда смотрят на друг друга, он в нем как бы отражается, он пытается... Один человек понимает себя через зеркало другого человека, да? Если другой человек женился на хомячке, сосед, как ему дальше жить, понимаешь? Мир жук, сосед. Мир жук, сосед. Мир. Просто в моем представлении, что что такое человеческое будет? Что человеческое – это такой некий мусор, понимаешь? Какой-то... Ну это понятно. А если другой человек сотовым телефоном воспользовался? Это вообще сатанизм. Нет. Просто сотовый телефон проще. Потому что как бы сотовый телефон нигде не написано в книжках каких-то... А, не написано. А про хомячка написано? Да. А с руководами вступать, да? Написано. Да, ну тогда... Мало того, что написано, но это просто природе противоречит. Ну, вообще-то и с телефоном, блядь, тоже противоречит. Нет. Ну как? Не противоречит. Много, что природе противоречит, да? Просто это не в этом дело. Просто... Есть религиозные чувства человека. Нет. Понятно, что 282-й закон, он, конечно, подлежит в первую очередь отмене. Если вот либералы Навального, они хотят его сохранить. Не получится ли так, что наше государство развалится? Единственный скрип, который остался... Это борьба с гомсексуализмом, да. Нет, я не думаю. Я не думаю. Это единственная скрепа, которая держит здесь всю Россию. Да не борьба с гомсексуализмом. В принципе, мы некого рода скрепы духовные. Нет. Нет, никаких скреп таких... Традиционная семья и прочее. Ну, надо понимать, что такое традиционная семья. Это буржуазная семья, конца 19-го, начало 20-го века. Ну, так мы берем представлениями. Ну, так а чего? Где же у него традиционного-то? А почему традиционная семья, это не 16-го века, то самого домостроя, где определенные вещи были? Кстати, я думаю, что ты насчет 19-го, 20-го ты загнул. Именно. Я так думаю, что даже 16-го века. Нет, 16-го века нет. Потому что все-таки для того, чтобы за какое-то пронарушение бить жену специальными способами, которые описаны, такого нету. Ну хорошо, 18-го века. Ну, 18-го века тоже были вот эти самые побои. Тоже этого нет. Традиционная семья – это начало 20-го века. Традиционная семья нужна для того, чтобы на слухе передать и оставить его внутри рода. То есть, традиционная семья – это, в некотором смысле, механизм государства поддерживать самовоспроизведение? Нет. Традиционная семья – это идеологический фетиш, который не имеет никакого отношения к действительности. Никакой традиционной семьи нет и не может быть. Я это запишу. Это идеологический фетиш. Я тебе уверяю, что… Потому что это оправдание и извращение любого… Я тебе уверяю, что если человек женатый на хомячке, родину защищать не пойдет. Ну, это ясно. Самое главное – защитить родину. Кстати, очень даже я в этом сомневаюсь. Он своего хомячка пойдет защищать. А чем отличается хомячок от родины? Вообще никак. Ну, я не понимаю. А если это… Ну да, тут такая была, действительно. Если человек не шел по приказу командования в бой и не сдавался в плен, то его семью в тылу лишали пайка. Да? Такое было великодичное время. А что такая связь между моими словами и тем, что ты говоришь? Ну, потому что человек, у которого была семья, явно шел в бой защищать свою родину. Потому что если он туда не шел в бой, или сдавался в плен, то у него… Еще была отношенная семья, а он в бой все равно не шел. Но ему приходилось идти, потому что иначе семью еще не случилось. Да, потому что она просто умирала от голода в тылу. Хомячок. Можно хомячка взять, просто придушить как бы. И сказать, что… А это хуже тот голод. Потому что хомячок бессильный перед человеком. Беззащитен. А это значительно хуже. То есть это… Те-то еще могли выжить как-то, да. Да. Хомячок все. Исподние себя продавали. Как не странно, разрушая традиционную семью, вообще традиционное понимание человека в этом космосе, мы разрушаем представление человека вообще. Космоса нет. Ну, пчелка не стоит быть чем-то таким, там, определенным. Он становится непонятно чем. Да, что значит традиционно? В Древней Греции сожительство с мальчиками было нормальным. Ну, нормальным это было. Совершенно это казалось. И то, что с ними нельзя сожительствовать, а надо сожительствовать с женщиной, это было как раз покушением на традиционное формовообщество. И чего? Кстати, они того же в бой ходили очень хорошо. У них же были вот эти фивы, отряд боевых пидорасов, где они все были любовниками. Это понятно. Но у них, у них свое, у нас свое. Мы же не хотим это жить во времена. Не хотим. У нас свое. А нашего традиционного общества как такового не существует, потому что традиционное общество это буржуазная семья 19-20 веков. Когда у них там он где-то служит или работает, она возится с детишками и так далее. Вот это традиционная семья. Как только женщина пошла массово работать, традиционная семья распалась. Все равно она в какой-то мере традиционная. Не в понятиях 19 века, но с какими-то поправками. То есть смотрите 19 века. То есть уже как бы все-таки женщина сохраняла зависимость от мужчины, у них был крепкий брак. Они не занимались сексом на стороне. Особенно женщины это проследовались. Но с другой стороны уже она была эмансипирована. Она уже была грамотная. Она умела уже читать-читать немножко. Ее уже нельзя было бить по крайней мере регулярно каждый день. То есть вот такие вещи. То есть это именно. А 50 годами раньше избиение своей жены было нормальным. А 100 годами дальше раньше во всей Европе поголовная неграмотность женщины и что-либо еще тоже было нормальным. Мы хотим этой традиционной семьи. 18 века, когда женщина лишена права на образование, тогда, значит, мы хотим чего-то другого. А для обычной нормальной семьи? Для нормальной семьи традиционная. Традиционная семья это тогда, когда у тебя, например, начало 19 века или начало 20 века, когда женщина неграмотная. Зачем неграмотная норма? Когда 17 века традиционная семья, это когда у тебя определено за каждое ее провершение, ты ему можешь бить в такие-то места такими способами. Нет, Игорь, во-первых, ты демострой, видимо, я не читал. Там такого нету. Ну хорошо. Бить в определенные места разными способами, там такого нету вообще. Ладно. Я ногофарографировал с ним, да. Нет, на самом деле есть такая версия, что отклонение поведения преступника, да, оно как бы является не просто каким-то какой-то случайностью, а на самом деле обычно преступники отклоняются, у них поведение отклоняется и в области сексуальных предпочтений, и во всех других местах. То есть это как бы некого рода девиация личности, на самом деле. И вот если мы будем воспитывать такую девиантную личность, которой изначально разрешено отклониться от некоторого рода, так сказать, естественных предпочтений, да, то не будем ли вы, Саня, выращивать преступника? Нет, я думаю, что нет. Потому что девиантность, на самом деле, изначально преступник девиантен не только в своем поведении в отношении других людей, то есть не только в смысле нарушения закона, он девиантен во всем. У него предпочтение девиантное сексуальное, у него извращенный вкус, у него все не так. Ну это было, это правильно, это правильная вещь, поэтому были комсомольские патрули, которые отлавливали девиантных личностей на улице и отрезали им волосы, скажем, когда она была полагалась холодной. Или они делали каждый раз в общежитиях был этот комсомольский патруль. Они, значит, проходили по комнатам общежития и проверяли, чтобы мальчики не оставались ничего у девочек, а девочки не оставались у мальчиков. Да, это не так и образом щекотило боролись. Я с тобой полностью согласен. Нет, это как бы пример не очень здесь. А еще было с девиантным по поведению. Я имею в виду, что... Некоторые гады, некоторые гады в Советском Союзе меняли рубли на доллары. Я понимаю, я говорю, что это имеется в виду. Настолько девиантных выродков. Эти выродков, только надо было стрелять. Их стреляли. И давали сразу же по пятнадцать лет сразу же сходу. Ты поменял тебе пятнашку. Я имею в виду, что есть некого естественного закону. Помимо законов человеческих, есть понятие естественного закона. Когда мы скажем, что ты можешь нарушать естественный закон как хочешь, отклоняясь в этом нарушении естественного закона, понятно же, что любому человеку, что он отклоняется естественным образом, как из них человеческая природа и как предназначить человеку в природе, как общаться другими людьми, что такое себе и прочее. Это как некого закон природы, естественное право. Вопрос в том, что… Что такое естественно? Вопрос в том, что такое естественно. Ну как? Я же имею в виду, что мужчина и женщина приступают в связь для того, чтобы родить потом… Почему они не обязательно для этого вступают? Ну фиг его знает. Я не знаю, что такое естественность. Потому что, например, я думаю, что человеку на большей части истории было естественно жрать других людей. Естественно было. Ему и человеку естественно просто жали. Ну в том числе и других людей жали. Естественно. То есть… А потом это стало… Жрать просто. Тем и человеку просто. Поэтому наше общество – оно противоестественно. Потому что других людей в нем не жрут. Они жрут мимо других людей. Вообще здесь. Противоестественно они. Нет. Я жал rep Chaim сегодня. Жать других людей это не является естественно. Да. Сначала жрут лосося, потом лосось заканчивается, приходят на диету из медвежата. Ловят медвежат, убивают и жрут их. Это для них естественно. Говорят, что в Ленинграде, мы говорим, блокады, когда еды не было, люди друг другу жрали. То есть это на самом деле, в крайних случаях, в каких-то особых экстремальных ситуациях, может случиться все что угодно. Что их обсуждать? Есть некоторые рода нормальные условия. В нормальных условиях есть какие-то естественные законы жизни. Но на самом деле и понятен. Нормальные условия. И все люди с девятым поведением, все прекрасно понимают, что их поведение отклоняется от некого естественного права. Ну это ладно. Но речь идет опять не... Проблема состоит в том, что ладно, пусть они отклоняются. Мы сказали, ребята, хорошо, вы отклонились, живите как хотите. Но зачем плодить-то и зачем говорить, что это хорошо. Здесь все-таки есть большая разница между отклонением девятным поведением и юридическим преследованием. Понимаешь? У тебя действительно может быть отклонение какое-то, кто-то любит стоять на голове, что-либо еще. Не все права, а то право, которое... Вот. Так нет. Право на жизнь. Ну право на жизнь. И вот таким образом ты, значит, не должен эти ситуации криминализовать. То есть ты не должен за его политические убеждения, за высказанные в интернете что-либо еще подвергать юридическому преследованию, в том числе уголовному. Ты не должен за его сексуальную практику... Ну если она... Это все декларации. Это все декларации. Даже в свободных странах типа Америки... Поэтому речь идет о том, что... Это все декларации. Речь идет именно о панк-реформах. То есть, речь идет о том, чтобы... Никогда-никогда не будут они работать все равно. Будут. Потому что это декларации. Всегда будут какие-то свободные декларации. В общем, Марифан уже разрешили? Да, конечно. Общество идет к свободе. Оно идет к свободе. У тебя до 68-м году во Франции, женщине запрещено было без согласия ее мужчины открывать счет в банке, например. Ну, сейчас же дикость. У нас было... Десятку давали за предпринимательство. Все, кто их смотрели... Знаешь, какой я пример могу еще спросить? Пример со школы. У нас была советская школа, да? И мы все ее охотили. Плохая школа была? Ну, вы что? Отличная школа была? Ну, почему не отличная? Они начали бесконечно реформировать. Реформировали, реформировали. В итоге эта школа раздербанили, как бы непонятно, на что ее превратили. Мы сейчас видим, а что это... Что теперь с этой школой делать? Потому что развалили, что реформировали ее в рамках... Не меняя ее основ... Не, по этому... Естественного, этого самого. То есть пытаясь реформировать ее, не меняя основополагающих принципов. Конечно, тогда развалили. Потому что в тех основополагающих принципах, в которых она действовала в Советском Союзе, другого варианта быть не может. Если оставить эти основополагающие. И вот их так и не разрушили сейчас. Поэтому сейчас разрушили. Если изменить основополагающие принципы, то нормальная школа. Почему? Нет, ну смотрите... Можно все, что угодно поменять. Что, какой хотел привести, что... Вот есть некая система сложилась, она. Люди как-то живут, как-то там... Как-то видят этот мир там, как-то согласовались как-то друг с другом и прочее. Попытка внести в этот мир какой-то такой хаос маленький, приведет просто к тому, что общество рассыпется. Вот и все. Ну такое есть, да. Такая причина. Совершенно верно. Такая позиция была. Попытка... Поэтому вы так и плохо относились с попытками слышать рок, носить джинсы и делать длинную прическу. Почему? Потому что она вносила в хаос устоявшее советское мировоззрение. Вот почему. Согласен с тобой? И разрушилась, да. И разрушилась сильно. Что происходит? Все нормально, живут, все хорошо. Никто пока не... Все ходят джинсы, слушают рок, банки, все что угодно. В Советском Союзе идет война, там, да, там, как бы. Что хорошо? Ну. Мы, это, наша страна находится вокруг жизни. Да понятно, понятно. В Северной Корее точно так же. Самый, самый... Точно так же борются с проявлением третворного западного влияния. Пожалуйста, тебе такой еще пример. Европа, которая все вот это, так сказать, приветствуется, о чем ты говоришь. Она фактически сейчас оккупируется постепенно мусульманами, которые, так сказать, неприемлют все эти вещи. И они оккупируют ее, в конце концов. И вытеснят просто пинком подзар всех этих европейцев. Я даже на это, Стас, тебе не могу ничего возразить просто. Ну, при чем здесь эти иммигранты? Ну, реально, при чем? Это то, что толерантность довольно для того, что, как бы, общество разрушается. Как бы, разрушается... С чего ты взял, что общество разрушится? Ну, просто поменяется. Почему разрушится-то? Общество... Что, Европа вымрет, по-моему? Нет, дело в том, что вот этот толерантность... Не вымрет, будет жить дальше. Будет жить дальше. Какая разница? Да, я предлагаю значительно более либеральную вещь, более свободную. Потому что, например, в той же Швеции у тебя не только за продажу наркотиков есть уголовная статья, а преследуется даже ее употребление. Ты тут становишься сразу же, подвигаешь уголовной преследовательной. Они все страны очень разные. А когда тебе придет представитель Исламских стран, где у тебя запрещено употреблять спирт, спиртное? Свинину? Да, свинину. Но с другой стороны тебе разрешено употреблять всевозможные уроды наркотики. Чего? Это в какую сторону они движутся? Это не что? А тем, что они приносят, будет запрещать европейцам пить водку, что ли, пиво? Там, извините меня, в Европе разрешение на полы браги, там у всех всякие такие вот вещи. Мусульмане же этого не приемлют. Ну и что? Ну не приемлют и не приемлют. И что? Они этим сильнее, понимаешь? Они этим сильнее. Европа вот эта толерантна, она слаба. Почему? Да почему она... Отсюда вы его так унесли, вообще? Да почему она от этого слаба? Она не от того слабака, что она слаба. От того, что река втекает в море, что в море слабее, что ли? Нет, посмотри, толерантность, и не в том, что он разрешает на пол и брать. Слабость толерантности состоит в том, что он просто не увидит, как поменяется, ты меняешь. Всё, что не пришло, ты принимаешь и принимаешь, и вы только смотришь, но и мир изменится. То есть ты на самом деле просто не... И нетолерантный человек, он держит не только себя, но и мир вокруг себя. Нет, я так как раз призываю к полной нетолерантности. То есть, по большому счету, если у тебя появились люди, которые носят хиджаб, или как эта штука называется, когда у них порез, то с такими вещами надо бороться. Если какой-то человек пытается запретить ему употреблять наркотики или что-либо еще, с такими людьми надо бороться, которые вводят, например, пытки за употребление наркотиков. Берут человека, который героиновый наркоман, и сажают его там в бочку. И собственных фекалиях хранят на месяц, и он там мучается. Но такие вот вещи бывают. И они считают, что они вылечат. Такие люди подлежат, конечно, уголовному преследованию, как и люди, которые заставляют других носить хиджаб. Должны быть преследоваться. Такие вещи. Ты не можешь запретить человеку что-либо делать. Ты не можешь запретить другому человеку вступать в брак с хомячком. Захотел он в хомячок, и это, а если к ним кто-то это запрещает, пришла компания Громил какая-то. Громил и поселили. Можно педофилию тогда легализовать. Педофилию тоже можно легализовать. Это другая-другая речь. С определенного срока. Потому что на сегодняшний день этот возраст постоянно возрастает. Возраст согласия. Но веди ты 16 лет. Веди 16 лет. Чего не 18? У тебя в исламе в этом, который традиционный цель, с 11. А с 11 уже можно, да? Ну как тебе? Это невозможно. Живут нормально. И невозможно же с 11 лет. Ты что, с ума сошлись что ли? Возраст согласия. Ну вот. Это там же такие вещи. Это не проблема. Такие вещи. То, что у тебя детский взрослый человек должен считаться не с 18, не с 21, как они считают. А скажем, 16 лет, я думаю, что должно быть именно так. Выдают же права с 14 лет. Вот у нас все с США. Вот с 14 лет и выдавайте права. 16 лет возраст согласия. Взрослый человек 16 лет. Возраст согласия. Возраст согласия. То есть здесь тоже все должно быть либерализовано очень сильно. Вон у нас это была. Массовая трагедия с этими связанными, с этими вещами. Был закон в Советском Союзе. По-моему действует до сегодняшнего часа. Что заявления обратно о сексуальных нарушениях не принимаются. Не можно забрать обратно заявление. По факту. Это была ситуация. То есть все там. Ребята им 16 лет, 17. Они с девочками, с мировецами. Потом они говорят, мама, мама, меня изнасиловали. Типа, как ты решила здесь? Меня изнасиловали. И возбуждалось уголовное дело. И куча народу пошло по этой самой статье. А было речи, что совсем не о том. Ну вот. И в результате опять население было излишне криминализовано. Это было совершенно верно. Такая либерализация, как показывает практика, приводит только к разрушению общества. Да нет. Мы еще раз объясняем. Это анатомизирует общество. Что нас скрепляет? Нас скрепляет некое общее видение. Нет, нет, нет. Семья общая. Ну нету никакого общего видения, которое нас скрепляет. Есть. Нету. А проси большинство людей. Только не в Питере и Москве, а по всей России. Я не уверен, что большинство, так сказать, выскажется за то, что, так сказать... Нет, если ты их спрашиваешь, вы за традиционную семью? Скажут традиционную. Ты их спроси, что такое традиционная семья. Почему вы все равно будете выступать за вхождение в Евросоюз, которая такая страна, как Канада, решила из него выйти? И все ему эти украинцы, то есть кивляне, отвечали, что да, мы за Евросоюз, и пусть это Канада выходит из него. То есть это вот такое мнение о общем мире, о традиционном. О чем ты их собираешься спрашивать? У них Канада в Европе. Ну вот это типичные украинцы киевские. Чего? Чего непонятно? Ну, это все понятно. Нет, просто Анатолий непонятно. Я не спешиваю. Я вообще-то как-то совсем... Там, по-моему, вопрос был про короля Франции. Ну, да, до этого было про короля Франции. И еще какие-то сентябильные вопросы? У меня просто вопрос другого порядка, что, как говорили, вся постановка вопроса исходит из той предпосылки, что, грубо говоря, разрешение подобных каких-то свобод, это делает человеку не знаю. Другой, я более счастливый. Но мне кажется, это не так. Как бы некие экзистенциальные вопросы, или тот, как бы, некий парень в соотношении человека с миром, с бытием и так далее, как был индивидуально неразрешим, так он и остается. Поэтому, в принципе, глубоко фиолетово что-то разрешается и изобрещается. А счастья, к нему, разговора не было. Да, счастья речь не идет. Не идет. Речь идет о криминализации, не декриминализации. Но, как бы, потом вот так вот. А об излишних институтах. Давай тогда отменим ответственность за убийство. Ты не можешь нарушать против другой личности. Против другой личности не можешь. А то, что ты делаешь сам собой, это сколько угодно. А почему? А если по военному согласию? Тоже можно. Ну, вполне возможно. Эвтаназия. Это эвтаназия. Есть те, кто хотят умереть. Почему бы их не свести и не подружить друг с другом? Эвтаназия. Он может человеку устроиться в это. Ну. Работать в центре эвтаназии. Да. Эвтаназия путем отсечения головы. Ну, это... Сегодня человек, допустим, он в депрессии, он захотел с собой похочеть, а завтра он выйдет из депрессии. Можно создать механизмы, которые, так сказать... Ну, это же, Стас, с эвтаназией все же не так просто. Ну, не так просто. Так же не бывает же, что ты решил, через пять минут тебя кокнули. Ну, не бывает же такого. Аспирин, активированный уголь, мицералит. Да, такого не бывает ни в коем случае. Это наоборот. Он тебя показал этим самым. С ним тут же работают врачи, психиатры, кто-либо еще. Проблема не в этом же. Тут же с ним работают. А сейчас все наоборот. Последствия. Благодарили за то, что их спасали. Но надо спросить тех, которых у самоубийства удалось. Вот если бы удалось спросить, то тогда была репрезентитивная эта штука. Да, конечно. Он захотел эвтаназию, он тоже захотел. Он приходит, тут же с ним психиатры, еще кто-то с ним поработали, получил помощь. А так он захотел самоубийствования. Он никуда не приходит, он с крыша шарах. Как это, фильм-то... Бендер, Бендер, там же есть будка самоубийства. Зашел, Раму. А вот я не смотрел. Раму за что? А будка самоубийства специально зашел, как-то... Устил монету, и тебя там... Нет, я другой фантастический роман читал, что там у них вообще все прекратилось. Практически любая жизнь в мире. Единственные магазины, супермаркеты, там вся разруха, там все вылежит. Сияют такие. Там продаются всевозможные роды яды и способы уйти из жизни. Но такая штука была. И все, и полностью все цивилизации на этом построены. Вот. То есть вот эта самая вещь. То есть очень интересно. То есть с одной стороны, у тебя запрещено быть в коем случае запрещено смертная казнь, она должна быть отменена за что угодно. Но с другой стороны, должно быть иметь право на автоназию. То есть ты не имеешь другому праву человеку что-то сделать, переписать. Тем более совершить, относить к нему не какой-то... Акт насилия. Акт насилия, который необратим. А с другой стороны, ты должен иметь возможность сам сделать с собой все, что ты захочешь. Опять, это же просто громадная экономия средств и ресурсов общества. То, что я говорю с наркотиками, у тебя специальный клан. Такой маленький шапка одного человека. Громадный шапка, 100 человек. Да, да. Закончил. Для всего человечества, да. Продолжение следует...